Парголова – бывшая деревня на территории Санкт-Петербурга, скрытая от мегаполиса растительностью Шуваловского кладбища. Здесь высится церковь Спаса Нерукотворного Образа, называемая также Спаса Парголовской. С архипастерским визитом ее посетил митрополит Санкт-Петербургский Ладожский в Арсенофии. Существующий на ней храм возведен в 1880 году взамен обвешавшего старого. Красивый озерный ландшафт и близость к Финляндской железной дороге сделали эти места весьма популярными среди петербургских дачников 19 века. Они-то и начали сбор средств на возведение монументального торик-престольного храма. Денег хватило не только на постройку, но и на богатое убранство. Он был освящен в праздник Рождества Пресвятой Богородицы. Поэтому в этом году, на праздник Рождества Пресвятой Богородицы, буквально меньше чем через месяц, нашему храму исполняется 135 лет. И вот такая жизнь на приходе довольно оживленная, так как микрорайон здесь большой, очень много домов и храм не закрывался, поэтому народ тянется. Не закрывавшийся в советские годы храм с началом перестройки стал одним из центров духовного возрождения Северной столицы. У храма многочисленный приход. В одной только воскресной школе учатся около 700 человек. Не оставляют прихожане социального служения. Члены общины милосердия посещают больных в городском хосписе номер 3. В 19 веке это была дачная местность. Александр Юблок любил сюда приезжать летом и некое свое стихотворение написало здесь. В дом престарелых мы ездим регулярно уже, но так, конечно, реже, потому что там другой храм окормляют. Все же братья и сестры. Разные храмы, а церковь-то одна, православная. Посетивший приход с архипастерским визитом, владыка Метаполит совершил всеночное обгнение. Ему сослужил клерк во главе с настоятельным храмом-покатереем Романом Ковальским, а также приглашенное духовенство. В архипастерском слове владыку подобил жизненный путь человека лестницы. Эти ступень будут в добрых дел и избыть дел. Вот если мы с вами каждый день будем совершать хотя бы одного доброго дела, то этот путь ступень у нас стоит. А если мы с вами каждый день будем совершать какие-то любовные дела, мы с вами будем наступить делать виз. Вот я желаю заходить в образ и постараться каждый день по одной ступеньке самим себя выстроить эту лестницу на небо. Дестрам вам благодарю за службу, за организацию, за приглашение и желаю вам помощь и божьей. В ответном слове настоятель собора протерея Роман Ковальский поблагодарил владыку за визит. Хочется в эти радостные дни поблагодарить нашего владыку за его молитвы, за его внимание, за любовь, который он проявляет нашему приходу. Забыть вас всех, сколько у вас владыка, намного и благодать, и оставайтесь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...